Здравствуйте! 3 февраля в Армении стартует процесс оценки потребностей людей, нуждающихся в протезировании. США обвинили Турцию в подрыве единства НАТО. Кладоискатели ограбили высеченную в скале церковь Акеси в Урфе в Западной Армении. В основном римском календаре 27 февраля будет отмечаться как День Святого Григория на Река Ци. Еще на 15 дней запрещены всевозможные митинги, шествия и пресс-конференции в Ване в Западной Армении. В администрации губернатора объявили, что запрет будет действовать с 3 по 17 февраля. Если в предыдущих заявлениях запрет основывался на соображениях безопасности, связанных с возможными действиями курдских боевиков или операциями против них, то на этот раз причиной стали ограничения по коронавирусу. Вышел в свет 14 номер журнала Варцк фонда изучения армянской архитектуры, в который вошли рецензии на книге Самвела Крапетяна «Исторический город. Они. Литографические детали. Самый древний, точно датированный Хачкар 866 года». А также статьи Рафика Ортущана, что скрывает турецкие вывески на исторических памятниках Западной Армении. В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач на полигоне Степанакерт. В ходе занятий с экипажами бронетранспортеров были проведены теоретические и практические занятия по эксплуатации ходовой части и штатного вооружения БТР-82, а также по порядку их обслуживания. Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе и тактической, тактико-специальной, огневой, а также в вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники. Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих. 3 февраля в Армении стартует процесс оценки потребностей людей, нуждающихся в протезировании. Об этом сообщил министр труда и социальных вопросов Республики Армения Месропа Ракелян на своей странице в Фейсбуке. Люди, получившие тяжелые ранения во время войны, будут находиться под исключительной заботой государства, как преданные, самоотверженно выполнявшие свой долг перед Родиной. Обеспечение тех, кто нуждается в протезировании, протезирование по международным стандартам – один из первых шагов, которые необходимо сделать. Это минимум, который мы обязаны сделать для тех, кто проявил полное самопожертвование во имя защиты Родины. Таким образом, с 3 февраля мы вместе с нашими партнерами в Арцахе начнем процесс комплексной оценки потребностей людей, которые нуждаются в протезировании. Новая администрация США считает, что приобретение Турции у России зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. Такое мнение выразил во вторник в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передает ТАСС. Как сообщила по итогам их беседы официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, Салливан высказал Калыну обеспокоенность по поводу того, что покупка Турции российских ракетных систем «Земля» в воздух С-400 подрывает сплоченность и эффективность Альянса. Пещерная церковь Акессия в районе Виран-Шахир. Провинция Урфа Западной Армении была разрушена кладоискателями. Жители района хотят восстановить разрушенную церковь. Акессия известен как священное место для езидов. Церковь была разрушена в византийский период, хотя внутреннее убранство церкви пришло в негодность из-за повреждений, нанесенных кладоискателями. Изображения павлинов и змей на стенах, считающиеся священными в езидских традициях, были уничтожены. Это не первый случай, когда кладоискатели наносят ущерб ценностям культурного наследия. Власти должны найти выход из этой ситуации. По указу Папы Римского, Франциско 27 февраля будет отмечаться по римскому календарю, как день памяти Архимандриты Вселенской Церкви Святого Грекора Нарекаци. Как сообщает посольство Армении, в Ватикане он будет включен в праздничные календари католических церквей по всему миру. Будут обновлены литургические книги и тексты литургии. Как известно, еще в 2015 году Папа присвоил титул Архимандрит Вселенской Церкви средневековому армянскому священнослужителю-богослову поэту Грекорию Нарекаци. Папа Франциск таким образом подтвердил решение конгрегации святых Святого Престола, согласно которому Нарекаци заслуживает признание высшей церковной награды. Он также причислил Грекора Нарекаци к учителям католической церкви. Примечательно, что список учителей церкви состоит из 36 имен, один из которых Святой Грекорий Нарекаци. А уже в апреле 2018 года в Ватикане была установлена статуя Грекора Нарекаци. Скульптура, установленная в ватиканских судах, была изготовлена в Чехии армянским скульптором, народным артистом Армении Давидом Ереванци. Нарекаци родился в X веке в семье епископа Хосрова из деревни Нарек в провинции Васпуракан. И с детства был связан с духовным миром и религиозно-философской литературой. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию как Кавик Вартуи Еретян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!